Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Говорят, когда о свободе рассуждают в Америке, говорят, что страна свободная, но вот свобода, где ее граница? Вот, говорят, там, где начинается свобода другого человека, там заканчивается твоя. То есть, вот как-то так вот, ты не вообще свободный такой, как птичка, а все-таки с другими людьми тоже надо считаться. И вот в такой буквально конфликтной ситуации я оказался вчера, когда пошел в спортзал. Называется «24 часа», есть такая сеть популярная. Вот я там был не один, был я там с сэлфоном на треноге. Ну, я взял обычную треногу, как у меня для камеры. У меня есть держалка такая, которая прикручивается туда, и она держит камеру. В смысле, она держит сэлфон. Вот, вставил туда свой айфон, значит, вошел в связь с моим тренером, значит. И, соответственно, мы качаемся. Ну, там я туда-сюда, значит, Юрий там мне, значит, пошел туда, пошел сюда и так далее. И в какой-то момент он захотел посмотреть, какие там есть тренажеры. И я взял эту треногу и так пошел ему показывать, какие там есть тренажеры. Ну, вот то, что нам надо, мы не нашли. Поэтому, значит, по-другому все сделали. Но минут пять я расхаживал по заведению с сэлфоном на треноге. Чем вызвал недовольство? Ну, я не знал еще, что вызвал. Я видел там, правда, какой-то человек на меня так косился немножко. Но, ну, мало ли человек косится. Может, он косой. Вот, и, собственно, я же даже не камеру, ну, телефон там, ну, там люди все время такие сэлфи делают. Не то, что там человек с телефоном в редкость. Более того, если вы посмотрите на людей, которые качались, а это было вот где-нибудь с полудня, где-то, я начал в 12 часов дня с полудня, там где-то до часу, там, 30. Вот сколько народу было, практически у каждого в ушах какие-то наушнички там торчат. Что-то они там, какую-то мусочку. Ну, во всяком случае, человека без наушничков еще трудно найти, на самом деле. Да. И с сэлфонами они тоже там и позванивают, еще что-то. То есть там много техники такой в зале. Короче, я, значит, там жму свои гантельки под наблюдением. И тут, смотрю, какие-то две тетки пришли, постарше, в таких фирменном. И так они как-то озираются, причем озираются прямо возле меня. Я их в зеркало вижу. То есть я жму и вижу в зеркало. Ну, значит, дожал, смотрю, я говорю, вы что, тетки, ко мне? Они говорят, да. Это что будет у вас тут на треноге? Я говорю, человек, говорю, беседуем, вот. Они говорят, она вас жалуется, а у нас нельзя снимать. Я говорю, вы знаете, что, друзья, я когда записывался в ваш клуб, я специально спросил, можно ли снимать, потому что я снимаю свои тренировки. И если бы вы мне сказали, что снимать нельзя, я бы и записываться не стал. А теперь, значит, вы задним числом ко мне и говорите, что нельзя. Они говорят, ну, можно записывать, но не так, чтобы транслировать, и не так, чтобы там еще там чего-то, и специальное оборудование. Вот ты, говорит, треногу принес. А тренога, это ты не просто так себя снимаешь, как вот, ну, просто человек себя снимает. Это ты уже специально треногу принес. Это уже какая-то особо изощренная форма, значит, съема. Кроме того, говорят они, у тебя так стоит твоя тренога, что за тобой там целый зал, и можно видеть других людей. Я говорю, да ради бога, я все равно в углу сижу, и давайте я переставлю так, чтобы видеть угол. Они говорят, нет, говорят, если бы ты сразу так на угол поставил, и никто бы не жаловался, это было бы одно. Но поскольку мы уже вызваны и должны принимать меры, а я говорю, да вы дайте хоть упражнения доделать, вот у меня этот человек за мной наблюдает, они говорят, нифига, раз мы уже пришли, ты должен остановиться немедленно. Ну, у них там свои административные дела и так далее. И они мне так еще с обидой говорят, у нас тут в зале, говорит, свои тренера есть. Я говорю, я очень ценю, но мой чемпион мира. Вот, и говорят, вы приходите сюда, пользуетесь нашим оборудованием, а тренер у вас неизвестно где. Я говорю, ну я же, я же говорю, это же отдельная услуга, я за пользование оборудованием вам деньги плачу. Я же не бесплатно пришел пользоваться-то. Вот, ну в общем, ну дело не в этом. Они, я думаю, что они немножко перегнули в том смысле, что там тренеры и не тренеры, но действительно правила запрещают приходить с тренером. То есть, грубо говоря так, если, допустим, есть Вася, который там тренирует, и Вася говорит, я приду к тебе в этот 24 hours и буду там тебя тренировать, вот так нельзя. То есть, ты не можешь приходить к ним со своим тренером. То есть, если ты хочешь тренера, который вот с тобой, то ты берешь его на месте. Но мой в данном случае удаленный, я не знаю. В общем, такая история. Я не то чтобы там сильно расстрелился, потому что я понял, с кем имею дело, и, соответственно, ошибка была в том, что я ходил по всей этой территории с селфоном, потому что те качки, которые вот в моем углу там с металлом конкретно работают, никогда не жаловались так. Они даже так одобрительно посматривали, и так, ну, видите, там новичок пришел, там все дела, качается на камеру, снимает. Никто никогда слова не сказал, даже наоборот. Говорят, извините, можно ли тут вот, не помешаю ли я вам, я говорю, конечно, конечно, там, если что, я камеру передвину. То есть, никогда не было, вот среди железячников никогда не было проблем. Вот. Ну, не знаю, в общем, такая вот история. И, конечно, правильно знать правила, это правда. Но у меня не было конкретной инструкции, и я ее не вычитал, и подписи с меня не брали за это дело. И я с них не брал расписки, я просто спросил. Причем я спросил даже до того, как приехал туда. То есть, я позвонил и говорю, вот у вас можно там, да, они говорят, можно. Потом я приехал, там какой-то контракт там подписываешь. И я, я уточняю, я говорю, а можно, потому что я себя записываю? Они говорят, ну, конечно, говорят, пиши на здоровье. То есть, пиши на здоровье, но вот граница заканчивается в тот момент, когда кто-то начинает жаловаться. И у человека есть право на то, что называется privacy, да, вот на какую-то свою такую личную жизнь, в которую никто не вмешивается. И в отличие от каких-то, может быть, других стран, в Соединенных Штатах помещение любого бизнеса, внутреннее помещение бизнеса, не является то, что называется паблик. Да, то есть, это частное. Вы не можете прийти ко мне в офис, например, и снимать без разрешения. Ну, то есть, если никто не заметит, если слово вам не скажет, конечно, но вообще, если вам говорят, пожалуйста, остановитесь, да, вы должны остановиться. То же самое, я могу прийти в любой магазин и снимать, и я снимаю где угодно, мне никто слова не говорит. Но когда я только начинал, а это было там, я не знаю, там, 5 лет назад, 6 уже, наверное, вот 5-6 лет назад, когда я начинал, ну, через раз, через раз мне говорили, пожалуйста, у нас не снимайте. В то время как-то вот к этому хуже относились. Сейчас, например, никто на тебя внимания не обратит. Ходишь, снимаешь, там, никто слова не говорит. Видимо, они понимают, что это все, как бы, в конечном счете, способствует, так сказать, развитию бизнеса и так далее. Я не знаю. Но вот история такая. Если кто-то жалуется, да, то они приходят и говорят, просим прекратить. То есть, вот эта серая зона, которая, может быть, в правилах не прописана, и ты это делаешь, но в какой-то момент на тебя начинают жаловаться. Вот начали жаловаться, серая зона становится очень прозрачной, и это значит, нельзя. Нельзя приводить к тому, что люди жалуются. Другое дело, что он может жаловаться не по делу, это отдельная история. Но в данном случае, в данном случае, у них какие-то ограничения в процессе есть, то есть, ты не можешь коммерческую съемку вести, ты не можешь вести трансляцию оттуда. То есть, они мне когда говорили, какие у них правила, что можно снимать, но нельзя вести трансляцию, нельзя приводить тренеров со стороны, еще что-то там, такое у них нельзя. Ну, надо будет пойти почитать, что уже точно знать. Я на самом деле не люблю ничего нарушать. Я-то исходил из того, что можно. Сказали, можно, значит, можно. Но тоже, понимаете, можно снимать себя, это не то же самое. Вот что я нарушил. Что ходить по залу и снимать тренажеры. На этих тренажерах люди сидят. Там очень много таких, знаете, ну, я не скажу доходных, ну, в общем, каких-то таких явно с проблемами физическими. То есть, они не качки такие, качки, а там, ну, это был полдень, там были какие-то пожилые люди такие, вот такие. Вы можете сказать, а ты сам пожилой, но я имею в виду, меня старше лет на 10, на 15, на 20. То есть, я в данном случае принимаюсь за молодого относительно. Вот, там были люди, которые по отношению ко мне пожилые. Так что, такие вот дела. Месяц уже прошел, как я, значит, там, в качках. И я не знаю, видите ли вы какие-то изменения там на мне физически. безусловно настроение стало лучше, и я так все время в таком драйве. Вот, но, наверное, что-то такое меняется. Я очень чувствую, то есть, я чувствую, что я совершенно выпрямился. Я вот даже в машине там по-другому сейчас сижу и просто хожу по-другому. И какие-то мышцы появились. Да, ну, в общем, надо будет сантиметром померить. Я когда поступал в это дело месяц назад, мне Юрий говорит, ты давай замерь сантиметром, и там мне там какие-то точки, где там замерять. Вот, и... Ну, вам, наверное, не видно, я не знаю. Ну, в общем, самочувствие в этом смысле тоже прикольное. То есть, я на свои 62 года получаю удовольствие от того, что чувствую, что все какие-то мышцы пошли. Я не знаю, но я попробую вам показать там как-нибудь вот там какие-то такие мышцы там пошли, вот что-то такое. Вот. Неожиданно. Неожиданно. И я не думал, что у меня организм настолько реагирует легко и просто, и так вот раз. И тоже приятно, почему нет. Не то, что мне там на пляж ходить, там, или там, девчонок каких-то соблазнять. Но все равно приятно для себя просто. Ладно. Такие дела, друзья. Пойду на работу. Счастливо.